Уже в это воскресенье православные отмечают один из главных праздников – Светлую Пасху. В ночь с 23 на 24 апреля во всех храмах города пройдут службы. Каждый год на эти литургии собираются тысячи верующих. Люди встречают друг друга радостными словами «Христос воскресе», угощают куличами и крашенными яйцами. А так как основные богослужения проходят ночью, челнинцев обеспечивают транспортом. Как организуют праздник Пасхи в этом году – в нашем сюжете. В канун Пасхи верующие, как правило, спешат в церковь, чтобы осветить праздничные угощения, куличи и крашеные яйца. Сделать это можно в любом храме в субботу. Ближе к полуночи начнутся пасхальные литургии. В некоторых церквях праздничные богослужения проходят еще и днем – воскресенье. Дневная литургия будет проводиться в Святом Десенском соборе, это Боровецкая церковь, это будет в Орловском храме и на приходе Рождества Христова. Ночная служба обычно начинается после 11 часов. То есть 23-23.30 и продлится она до 4 часов утра. Но не все верующие дожидаются окончания службы, поэтому первые автобусы начнут дежурить на остановках уже в час ночи. Уехать домой можно будет от двух храмов. В праздник Пасхи 24 апреля можно будет уехать с 3 часов утра с Боровецкой церкви в Сорно-Автостанции и с церкви, которая на Орловке в Сорно-Автостанции. Челнинцев обеспечат достаточным количеством автобусов, отметили в администрации города. Проезд обойдется в 27 рублей. Валерия Новожилова, Айдар Мусин, Новости Челны ТВ.